Бывает так, что у человека нет семьи, сейчас все чаще и чаще такое бывает, что человек не мог займиться выйти замуж. Одиночество. У меня к вам вопрос. А одиночество всегда бывает от того, что человек не женат и не замужен? Или одиночество имеет другую причину? Другую. Смотрите, есть три слоя жизни. В невежестве люди всегда одиноки, они как волки друг к другу. Они постоянно грызутся, сражаются, у них нет счастья. Вот сейчас Украина и Россия как волки друг к другу. У них нет счастья, они сражаются, они понимают друг друга. Это невежество. Страсть – это когда люди ждут друг от друга больше, чем положено. Они ждут постоянно. И поэтому ругаются. Ожидания не оправдываются, они ругаются между собой. Люди в страсте тоже одиночествуют у них нет дружбы, любви. Они просто пытаются заставить любить друг друга. И все. Это страсть. Настоящей дружицы нет. Есть ожидания. Благостные люди не могут быть одинокими, потому что они всегда в служении, они всегда заботятся в других людях, они ничего не ждут ни от того, просто служат и все. Служат, служат, служат. И радуются людям, когда они легче становятся. Это не обязательно в близких отношениях может быть. Некоторые люди думают, что я одинокий человек. Одинокий значит или в невежестве, или в страсти. Потому что человек, который служит другим, он не может быть одиноким. Человек, который имеет веру в своей жизни, имеет много соратников. Человек, который постоянно в служении людям находится, имеет много друзей. Он не может быть одиноким. Женщина расцветает, когда она ведет себя по-женски. У меня есть одна знакомая с очень тяжелой сменой. Ей очень трудно выйти замуж. Было бы. Она работала над собой как личность, развивалась. Она непривлекательная девушка. Нет магнетизма. Некоторые девушки имеют много магнетизма, потому что у них проблема выбрать человека. Потому что клеится очень много парней, а она не знает, кого из них выбрать. Ей трудно. Это же на всю жизнь надо выбрать. Ей трудно, потому что много желающих. А у некоторых девушек вообще никого нет. Магнетизма мало. Женского магнетизма. Это не значит, что эта женщина плохая. Она хорошая, просто она, ну... Магнетизма знаете, отчего у женщины возникает? Самое смешное. Возникает от того, что женщине самой кажется, что она красивая. Если женщина не чувствует себя красивой, то она непривлекательная. Поэтому женщина должна обязательно считать себя красивой. Надо смотреть на себя в зеркало и понять, где же красота. Найти красоту обязательно. Найти ее на сосредоточиться и сказать, вот здесь у меня красота. Надо ее думать об этой красоте. И уважать себя за свою красоту. Некоторые женщины, они такие не очень красивые на лицо. Но они верят в свою красоту, и поэтому они оборядлены. То есть они привлекательными становятся из-за своего поведения. Я приведу вам сейчас пример. Я был в храме Джайпури. И там была одна женщина, Карли. Она такая маленькая, в ростом сосед. И она там в Индии такое поклонение, богу танцуют и панют во время поклонения. Я посмотрел на нее, какая-то страшненькая, лежал-то и стал думать, господи, как же она в которой велась. Я стоял, тоже думал о Боге. И когда все запели, там все поют, танцуют, так поклоняются Богу. И очень красиво. Она такая расцвела вся, и начала танцевать, такая кружится. И она всем пока смотрите, какая красивая. Ну, то есть она такая, ну, совсем маленькая такая, ну, какая-то непонятная форма. Вот. И она такая кружится, танцует. И она стала центром внимания. Когда она начала танцевать для Бога, она приотразилась, и я не мог глаз из нее хвести. Я вот так смотрел на нее, все время мне было очень удивительно. Мне ничего не было такого красивого, но так как она просто радовалась, была счастлива от Бога, и вот по-женски была такая счастливая всеми людьми, она всем радовалась, она смотрела на всех так радостно. И так, очень такая радостная, она всех смотрела. Она просто, просто не так мариинная. И оказалось, что она замужем, я увидел ее мужика, а мужем не стоит. Потому что как можно такую женщину не взять замуж? От нее исходит столько любви. Но она была очень невзрачной. И когда она начала танцевать для Бога, я такого никогда не видел, даже от очень красивых девушек, что так танцевать для Бога, красиво и привлекательно. Видите, я запомнил на всю жизнь эту историю, поэтому сейчас вам ее расскажу. У меня из сердца этот рассказ, вы чувствуете. И так, привлекательность у женщины рождается от отношений. Она должна учиться всех людьми. Она должна радоваться людям, радоваться отношениям с ними и радоваться себе в этих отношениях. она должна радоваться себе в этих отношениях также. Радоваться тому, что ей нравятся люди. И это делает женщину красивой. Но если она не доверяет своим отношениям, если она пугается этих отношений, не хочет отношений ни с кем, если она ленива в отношениях, она не хочет ни готовить никому, ни дарить ничего, ни улыбаться, ни разговаривать, ничего она не хочет, ей все тяжело. Это значит, что она эгоистка просто и все. По-женски эгоистка. И кому нужна эгоистка? Никому не нужна. Поэтому она одинокая. Я водяной, я водяной, Никто не водится со мной. Надо не стыкнуть. И все мои подружки, пилядки, бегущие.